В торговых центрах становится тише. После длительного периода умеренного восстановления прирост трафика в таких объектах в Москве и Санкт-Петербурге может прекратиться, пишут федеральные эксперты. Во втором квартале 2024 года аналитики прогнозируют стагнацию, хотя посещаемость крупных объектов все еще ниже на 10%, чем годом ранее. Коснулась ли тенденция торговых центров Пермского края, обсудим с Евгением Каштановым, генеральным директором ТРЦ «Планета». Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, есть ли такая тенденция здесь у нас в регионе, заметна ли она и как давно, если да? Скажу так, что на сегодняшний день такой тенденции нет. Почему мы все-таки являемся исключением? Вот мы говорим, что в федеральных таких крупных городах тенденция все-таки заметна, люди меньше посещают торговые центры. Знаете, я могу ориентироваться только на посещаемость торгового центра «Планета». Да, конечно, у людей был шок после события, но люди достаточно быстро оправились. В день, когда это произошло, то есть это как раз были выходные дни, действительно в сравнении с предыдущей неделей трафик упал где-то на 25%, это существенно. Но уже следующая неделя показала, в принципе, тенденцию предыдущих недель. То есть, как бы трафик восстановился. И в сравнении с мартом 2023 года мы закончили март 2024 на 9% выше, чем предыдущий, ну, прошлый год. Что в таком случае, помимо вот событий таких российского масштаба, влияет на посещаемость, на ваш взгляд, вот в вашем торговом центре? Вы знаете, здесь справедливости ради нужно сказать, что торговый центр «Планета» не так давно открылся. Он не пережил пандемию, поэтому, не переживал пандемию, поэтому нам третий год и есть такой естественный органический рост. Поэтому мы не знаем пока своей практики минусовых значений. Мы прирастаем год к году, у нас все отслеживается достаточно скрупулезно, аналитика очень высокая. И мы действительно прирастаем. То есть, на самом деле, даже вот если взять апрель, вот этот апрель 2024 года, мы сейчас идем на 13% ниже, чем апрель 2023. Но нужно сказать, что апрель 2023 года начался с субботы. Поэтому 10 дней, которые мы сейчас берем как аналитику, а там было 4 дня выходных, здесь было всего 2 выходных. В абсолютных значениях это 25 тысяч человек, это так плохое воскресенье. Вот вы наблюдаете динамику по посещаемости. Что на ней еще сказывается? Есть ли какие-то вот такие точки? Потому что мы знаем, что торговые центры сейчас вообще предпринимают различные меры для того, чтобы привлечь посетителей. Замечаете ли вы, что сейчас эффективно? Очень эффективно именно развлечение и детские товары. Ну, в общем-то, детство как таковое вообще оно тянет. Вообще сейчас в борьбе с онлайн-продажами, с маркетплейсами, сейчас как раз тенденция на то, что торговые центры поворачиваются, становятся именно торговым центром эмоций больше, эмоций развлечений. А вот вы говорили, что пандемийные времена не переживали, но ведь совсем недавно бренды начали активно уходить из России. И многие торговые центры говорили, что это скажется на посещаемости. Замечаете ли сейчас? Как все изменилось? Да, вот это падение мы проходили. Действительно, с началом специальной военной операции бренды ушли. Их ушло много. И торговый центр планеты на тот момент и так имел заполняемость достаточно невысокую, там около 70% и еще с уходом брендов, конечно же, мы получили отток. Да. Мы получили некий отток, но мы очень быстро восстановились. К концу 2023 года у нас заполняемость была 97% по площадям. Поэтому мы только прирастали, прирастали, прирастали по, скажем так, количеству наших арендаторов, по количеству магазинов. И, соответственно, народ тоже восстановился. А сейчас в основном площадки занимают отечественные производители? Ну, в основном отечественные. То есть можно говорить о стабильном спросе, в том числе, на продукты отечественных производителей. Что касается прогнозов? Апрель, как правило, кривая падает немножко. Но на самом деле все равно в этом году мы идем лучше, чем прошлый год и лучше, чем позапрошлый год. Будет май, когда люди разъедутся по дачам. То есть тоже за город все уедут, тоже будет некий спад. Но, тем не менее, главное сохранять именно динамику, скажем так, прироста, положительную динамику посещаемости. Я думаю, что этот год в плане второй половины, я лично не прогнозирую какой-либо стагнации. И стагнации, и снижение? Или все-таки только рост? Планомерный такой? Мы получим посещаемость выше, чем в 2023 году. А вот федеральные эксперты говорят о том, что снижение трафика, наоборот, может позволить собственникам повышать, не позволить собственникам повышать арендные ставки. Есть ли у вас в планах изменения какой-то вот такой ценовой политики? Или потому что вот идет рост, все остается так, как есть? В ближайший год, например, или полгода? Трековый центр – живой организм. Да, и на самом деле все какие-либо движения финансовые, они делаются на основании, опять же, аналитики. То есть как бы сейчас, ну, я не могу сказать, что какое-то неблагополучное время. То есть арендаторы показывают очень хорошие обороты, как бы мы ситуацией довольны. Пока вот чего-то такого резкого, ордернарного не намечается. Благодарю вас за это интервью. Спасибо за экспертную оценку. Напомню, что сегодня о возможном снижении посещаемости торговых центров в Перми и Крае мы говорили с Евгением Каштановым, генеральным директором ТРЦ «Планета». Спасибо.